всем привет сегодня хочу с вами поговорить о своих пустых баночках за январь месяц и давайте же приступать как бы буду показывать хаотичном порядке что буду доставать то и показывать пакетика первое что мне попалось это краска краса от компании фаберлик думаю многие они наслышаны у меня вот в таком вот оттеночки с м46 и здесь на картинке вы можете видеть как он должен был выглядеть на самом деле после самой покраски это уже прошло где-то три-четыре митя после первой покраски первый день это был очень-очень темный оттенок практически на корнях кофе с молоком я не понимаю почему так было я специально долго смывала как бы краску с волос у меня практически никаким бальзамом не пользовалась долго не красилась был такой светлый светлый цвет и почему дал такой темный эффект эта краска не знаю но с другой стороны и хотела поменять немножко имидж поэтому меня это как бы не удивило но вы можете видеть как после трех матью трех раз помывки головы выглядит эта краска на волосах следующее что вам покажу мне попадается пустая баночка мужа это вот такой десторант антипреспирант акс именно вот такой вот салатовый безумно мне не понравился я не пробовала но когда пользовался муж это было ужасно потому что вся квартира был этот сильный запах этот запах нам не нравился и муж уходил и все равно после того как побрызгался на том месте в той комнате можно было задохнуться от этого запаха и мне абсолютно не понравился как бы запах пота да он перебивал но за тот счет что именно вот такой упаковки акс нам не понравился нам очень не нравился запах и он просто душевый мужа душа у меня не нравился может если бы другой запах было бы классным потому что запах держится очень долго но как бы как на меня лучше сухие потому что как было лучше запах парфюма а это чтобы так сильно паху именно антипреспирант мне не нравится плюс запах попался не очень хороший дальше вам покажу это крем-гель для умывания в укрин эксперт для всех типов кожи это такая очень слизистая консистенция крем кремовая но слизистая и как бы пахнет неплохо не сушила кожу в зимний период но это очень бюджетный здесь 150 миллилитров за очень небольшие деньги но не вызвало какого-то вам восторга что прям я хочу буду повторять такая обычная можно если вы не знаете что купить воспользоваться вот такой вот умывалкой и это умывалка для утра но лично для меня она не смывает макияж но я не пробовала как бы мне подходила на вечер каком плане всегда сперва умываюсь смываю весь макияж и тоналку и все средством для снятия макияжа и только после этого умываюсь как бы в таком варианте она мне еще подходила но просто как бы смывать макияж я бы ей не стала но просто как для умывания достаточно неплохая вещь средства которые мне тоже понравилось для снятия макияжа это был было 2 фаск от лиран именно для снятия макияжа с глаз это такая маслянистое средство она оставляла такую жирную пленочку на лице на ее сразу смывала поэтому она мне не мешала не смывала это умывалка здесь 125 миллилитров макияж очень хорошо но мне смывала хорошо потому что я не пользуюсь очень водостойкими какими-то такими средствами не тушь водостойка у меня была обычная и как бы на это она смывала отлично но как бы действовала именно с таким супер стойким макияжем не знаю но если даже вот такие вот яркие тени темные тени тоже смывала очень хорошо могу порекомендовать вот эта двухфазная жидкость лиран мне понравилось очень даже неплохая очень мне понравилось извиняюсь спецэффекты у меня видео мне очень понравилась маска для волос лореаль роскошь 6 масел очень хорошая маска здесь целых 300 миллилитров очень хорошо питает увлажняют волосы она сама по себе консистенция была такая густая очень приятно пахла и действительно после этой маски волосы напитанные такие увлажненные очень мне понравилось буду обязательно повторять и вам рекомендую вот такую вот масочку очень хороший очень мне понравилось но задерживаться долго не буду это вот такая вот альгинатная маска от фаберлик это старом их оформлении и как бы эти альгинатные маски таком порошковом виде были намного лучшим тех альгинатных масок которые сейчас это было увлажняющее и действительно когда я наносила на лицо это была такая как бы спа процедура лицо очень увлажненное такое было покалывание очень не нравилось эта маска очень мне жалко что таких больше нет буду следить за фаберлик если что-то похожее выпустят обязательно попробую потому что действительно очень хорошая масочка сразу увлажненный временный тонну просто шикарно работала несколько раз лучше альгинатных масок тех что сейчас в фаберлике далее вам покажу меня закончились два геля для душа этот гель для душа солнечная облепиха я перелила и использовала как жидкое мыло это не обращайте внимание я его пыталась вымить саму баночку солнечная облепиха от фаберлик серии beauty cafe мне очень нравится на эту конкретно потому использовала как жидкое мыло не могу понять или у меня долго она простояла но еще не сошел как бы срок годности но поменялся немножко запах поэтому не рискнула на тело ну как для рук было вполне неплохо запах в этой серии мне вообще-то нравился но сейчас трошка измена немножко изменился поэтому не рискнула следующая баночка это и в расше клюква и мигдаль зимняя лимитка тоже гель для душа один минус мы с мужем заметили муж говорил мне тоже что очень плохая крышечка когда вы в ванной или в душе мокрые руки очень тяжело открыть эту крышечку но запах клюква и мигдаль с лимиток зимней серии и врача мне очень понравился пах очень приятно этот гель для душа и я заметила знаете и в раше это такое баловство для нас девочек именно гель для душа мне с и в раше нравился он показывал и фаворитах года также очень неприятно удивил тоник для лица от фаберлик серии этноботаник 30 плюс идет увлажнение тонус в этом тонике здесь 150 миллилитров мне понравилось абсолютно все вот его можно взять кто представитель по баллам можно по супер акциям по очень дешевой цене пахнет он хорошо действительно хорошо тонизирует кожу и увлажняет ее очень мне понравился обязательно буду тоники от фаберлик еще еще пробовать потому что не ожидал от этноботаник такой хороший а такого хорошего качества за такую небольшие деньги также у меня закончилась тоже серия beauty кафе фаберлик спелая смородина это моя любимая серия спелая смородина рекомендую попробовать всем но как бы или гель для душа или мыло потому что думаю что такой насыщенный сильный запах может многим не нравится таких как бы средствах как крема потому что запах просто мега насыщенный много раз насыщенный чем примеру в в раше хотя beauty кафе по акциям можно взять намного дешевле и это действительно запах такое чувство что вы стоите под кустиком смородины очень приятно чем хочется еще раз понюхать действительно запах как бы когда вы моете им руки такое чувство он остается на руках чтобы только что побывали где-то в саду под кустиком смородины ели смородину очень вкусный очень приятный обязательно буду повторять эту серию фаберлик одна из моих любимых серий такой запах смородины если запах смородины нравится можете смело брать следующее что вам покажу и сейчас мне возможно полетят тапки от тех кому нравится это чистая линия сила пяти трав дневной антивосновозной крем для лица я хотела его взять взять как бы и в раше на утро именно как дневной использовать но мне не понравился этот крем я использовала его с утра на шее декольте чем он мне не понравился на шее декольте он был отличный и я думаю он бы был неплохой как летний вариант а не понравился он мне потому что сейчас у нас были морозы очень холодно а это крем очень легкий очень быстро впитывался давал такое супер легкое увлажнение но недостаточно для зимы и этот крем я бы еще рискнула попробовать в летний период тогда он думаю может был бы им неплохо но на зиму он мне абсолютно не подошел далее покажу у меня закончились два бальзамчика для губ один от эвроше таком вот стики полностью закончился у меня идет с карите очень приятный пах хорошо увлажнял губы к бальзамчикам от эвроше у меня претензий никаких нет и закончилось у меня масло для губ нивея макадамский орех и ванит думаю не нужно долго представлять это масло оно имеет огромную упаковку 19 миллилитров очень хорошо увлажняет губы обязательно буду повторять потому что это масло долго играющие и как бы на ночном столике для такого экстренного обновления губ должно быть по моему в каждой потому что ну очень мне нравится очень хорошо работает если где-то найду лиза илнеер очень рекомендует блистекс если кто-то знает где можно его заказать в украине или купить пожалуйста напишите мне будет очень интересно очень хочу попробовать следующее будут три мои фаворита первые это самый любимый крем от faberlic beauty cafe малиной белый шоколад он идет как питательный крем для руки и ступней действительно я его для ступни не использовала но для рук это такой жирный супер питательный крем для зимы был просто шикарный факт достаточно приятно так малинкой такой сладенькой малинкой но питал ручки просто офигенно из beauty cafe могу абсолютно всем порекомендовать именно малины белый шоколад как супер питание на холодное время года или для очень сухих руку не для очень сухих руки меня в хорошем состоянии а на день именно для нормальных рук очень хорошее питание на зиму чтобы мороз был не страшен вашим ручка следующий мой абсолютный фаворит который буду еще еще заказывать это крем маска для мало для рук омолаживающие с пологена вот такая вот этой малютки всего 50 миллилитров и вроде бы как достаточно дорого но сейчас было в первом каталоге по супер акции она была у меня фаворитах и будет дальше потому что сейчас себе сразу же закажу еще потому что каждый вечер я использовала эту масочку на ночь и было в диком восторге потому что на утро руки абсолютно увлажненные напитанные ну просто шикарно действует эта масочка абсолютно всем рекомендую очень хорошие не знаю такая ли хорошая маска от пророки тоже вышла там омолаживающая маска но эта маска просто шикарно работает тоже мой абсолютный фаворит faberlic lacrem могу всем увлажняющий крем суфле для для тела это он идет с кокосовым молочком и молочным протеином это аромат этого крем суфле идет баунти это вы намазываете себя и когда она у меня на коже он открывается более шоколадным запахом а в баночке больше баунти запах баунти слышится кокоса именно шоколадки баунти я лично являюсь фанатом батончика баунти как на меня все люди делятся кто любит баунти кто любит сникерс и milky way ну в основном люди любят или то больше или то я фанат баунти я просто восторгит faberlic что он выпустил такую серию с этим ароматом и какой еще огромный плюс в этого крем суфле он очень хорошо увлажняет кожу тела но здесь всего 150 миллилитров поэтому быстро заканчивается но сейчас на уже второй каталог подряд на него акции сейчас втором каталоге тоже присмотритесь кто любит аромат баунти вкус баунти очень понравится и выкидываю матовую помаду от faberlic вот такой вот упаковки абсолютно никому не могу порекомендовать эта помада меня очень сильно расстроила вот так она выглядит сперва она мне нравилась но чем дольше я использовалась посмотрите как не у меня ее еще много но уже использовать успела давала ей очень много шансов но у нее есть огромный минус она ужасно сходится лица какая-то серия по моему уже нет faberlic но вот именно в такой упаковке не берите если где-то увидите но я не рекомендую возможно только этот оттенок 45 46 45 вот этот оттенок оттенок супер но с губ слазит кусками ужасно за ней нужно следить чуть чуть не проследите и у вас на губах и ужасные куски какие-то непонятные помады это просто ужасно никому не рекомендую и теперь она у меня долго стояла потому что руках соответственно к ней не тянулась она даже с последний раз нанесла ее и какое-то такое странное покалывание на губах было не буду больше рисковать ей пользоваться но и вам не рекомендую это плохая помадка как у меня но я слышала сейчас серия secret story выпусла очень хорошие полуматовые помады хочу попробовать всем спасибо кто был сейчас со мной в пустой баночке смотрел января всем спасибо кто мне кто смотрит мои видео если нравится видео ставьте пальчики вверх подписывайтесь видео каждую неделю всем пока пока